Всем привет, вы на Огненном ТВ. Сегодня мы будем получать один из самых активных металлов на земле. Это калий. Кстати, натрий можно получить аналогичным способом. Технология абсолютно одинаковая. Я не первый раз пытался добыть этот металл в домашних условиях, и наконец-то у меня это получилось. Начну с технологии. Для получения калия требуется калиевая щелочь, для натрия соответственно натриевая щелочь. Кстати, средство для чистки труб это и есть раствор натриевой щелочи. И я хочу в будущем попробовать выделить натрий из него. Если расплавить щелочь и добавить в нее алюминий, то мы получим алюминат, газообразный водород и щелочной металл. Если хорошенько разогреть полученную смесь, то щелочной металл начнет испаряться, а потом конденсироваться в более холодном месте. Чисто схематически прибор очень прост. Железная емкость и трубка. Но на практике очень сложно сделать так, чтобы все работало как надо. Емкость со смесью нужно нагреть очень сильно, а испарившийся калий или натрий начинает оседать очень быстро. Поэтому трубка должна быть короткой и достаточно широкой внутри, чтобы капли металла могли легко стекать по ней. Короче, нужно соблюсти кучу условий. Сначала я использовал вот такие баллоны от пневматических хлопушек. Но у меня не получилось. Скорее всего из-за слишком длинной трубки. Поэтому я решил использовать баллончик меньшего размера от пневматики. Отверстие баллончика нужно рассверлить до максимального диаметра. Я поэтапно это сделал сверлами разного диаметра. И в итоге у меня получилось отверстие диаметром 6 мм. К баллону нужно подсоединить трубку. У меня как раз есть медная трубка с внешним диаметром чуть больше 6 мм. Ее можно будет плотно засадить в баллон и не заморачиваться с уплотнением стыка. Трубогиба, конечно же, у меня нету. Поэтому я взял полипропиленовый тройник, который поможет мне согнуть трубку и не переломать ее. Хомутом привязал трубку, а в качестве рычага вставил баллон. Получилось не слишком хорошо, но во всяком случае лучше, чем пассатижами. Теперь нужно отпилить кусок загнутой трубки так, чтобы изгиб трубки был как можно ближе к баллону. Это очень важно. Я размечаю маркером примерно глубину, на которую зайдет трубка. После отпиливания нужно слегка обработать края напильником снаружи, а внутри снять фаску сверлом. Все стыкуется, но пока я только примеряю и не стал засаживать трубку глубоко. Теперь я возьму примерно 10 грамм щелочи. Так-так, одеваем очки. Работа со щелочью это вам не шутки. Зрение, так же как и нервы, не восстанавливается. Щелочь нужно измельчить, чтобы было удобнее наполнять баллон. Я делаю это в пластиковом пакете куском трубы. У меня нету маленькой воронки, поэтому я сделаю ее из бумаги. Измельченную щелочь приходится проталкивать внутрь. Она прямо на глазах становится влажной и прилипает к бумаге. Щелочь очень сильно впитывает влагу из воздуха, поэтому придется ее для начала хорошо прогреть. Чтобы хорошо разогреть баллон со щелочью потребуется печь. Я буду использовать вот эту консервную банку из выпуска про плавку алюминия и алюмомагниевый сплав. Если интересно посмотреть, то в описании будет ссылка, ну и в конце этого ролика тоже ссылочка. Так что пока не отвлекайтесь. Для того чтобы закрепить баллон в печи, я проделаю отверстие диаметром 7 миллиметров и вставлю под наклоном в него баллон со щелочью. Нагревать баллон я буду своей любимой китайской горелкой, которую можно очень дешево купить на алиэкспрессе. Нагревать баллон нужно очень аккуратно и не торопиться, потому что щелочь внутри реально закипает. Она содержит много воды и вы можете видеть сколько водяного пара выходит из нее. Пар едкий, так что нужно проветривать. Эх, прям как у меня на уроках химии плескануло. Когда пар перестанет идти, нужно выключить газ и подождать остывания. Пока щелочь остывает, я взвешу чуть более 3 граммов алюминиевого мелкого порошка. Точность тут не сильно важна, главное примерно соблюсти пропорции. Засыпаю порошок внутрь баллона. Пока щелочь горячая, она практически не впитывает влагу из воздуха. И так как она уже застывшая, то алюминий тоже не вступает с ней в реакцию. Это очень удобно. Вот теперь можно присоединить медную трубку. Все очень горячее, поэтому я в перчатках. Устанавливаю баллон в печь. На трубку надеваю пробирку и подпираю пробирку деревянным бруском. Теперь вношу в печь газовую горелку. Я сделал небольшой огонь, чтобы прогреть смесь не спеша. Иначе она может закипеть еще круче, чем раньше. По мере прогревания смеси видно, что на стенках пробирки образуется конденсат от водяного пара. Значит щелочь не до конца просохла. Я временно уберу пробирку, не хочу чтобы калий попал в мокрую тару. Спустя еще пять минут я снова надел чистую пробирку и вот теперь можно потихоньку увеличивать пламя горелки. На стенках пробирки все равно образуется белый налет. Похоже, что это следы ненасыщенных паров калия, которые очень быстро окисляются. А вот и первая капля. Из трубки начал литься расплавленный калий. Виден отчетливый металлический блеск. Благодаря тому, что из трубки выходит еще и водород, то калий не окисляется слишком быстро. После того, как калий перестал выделяться, я выключил горелку и снял пробирку. Обратите внимание, как загораются частицы калия, оставшиеся на медной трубке. Я заткнул пробирку перчаткой, чтобы прекратить доступ воздуха, пока пробирка не остынет. Когда она почти остыла, я залил внутрь немного бензина. В бензине калий не окисляется и может долго храниться. Из-за примесей оксида калия бензин приобрел желтый цвет. А может и не поэтому, я честно говоря не знаю какие там могут происходить реакции. Да и в чистоте самого бензина очень сомневаюсь. Теперь пластиковой ложечкой я счищаю куски калия со стекла. Посмотрите насколько он мягкий, даже пластик способен его разрезать. Я солью грязный бензин, а вместо него налью парафиновое масло. Вот так вот сейчас выглядят куски калия. Я хочу попробовать его расплавить, ведь калий плавится уже при 64 градусах. Скипячу немножечко воды и поставлю пробирку с калием в горячую воду. После того как парафин прогрелся, калий становится похож на ртуть. И обычной пластиковой палочкой его можно разбить на более мелкие капли. Я нагрел парафин на газовой плите в широкой чашке. Такой емкости будет удобно разглядывать капли калия. Скорее всего парафиновое масло недостаточно хорошо просушено, и поверхность калия быстро окисляется. Расплавленный калий можно собирать шприцем и потом перелить в пробирку. Вот такие капельки металла получились. Давайте попробуем окунуть их в воду. Я возьму небольшой кусок калия пинцетом и опущу в воду. Калий при контакте с водой выделяет водород, который воспламеняется. Это разогревает калий до очень высокой температуры, из-за чего калий вскипает и происходит взрыв. В следующем видео я хочу закинуть более крупный кусок калия в воду, чтобы посмотреть взрыв калия своими глазами. Но для этого мне потребуется собрать робота-приспешника, который будет закидывать калий в воду вместо меня, а я буду наблюдать с безопасного расстояния. Это был на самом деле очень сложный эксперимент. И калий у меня получилось добыть только с третьего раза. Несмотря на это прибор далеко не идеален. И предлагайте свои варианты, как его можно улучшить, как можно его сделать более производительным. И еще напишите, стоит ли мне пытаться сделать натрий из средства для чистки труб. Это будет достаточно интересно на мой взгляд. В общем, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить свои лайки, подписываться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые мои видосики. Особенно тот видосик, в котором я собираюсь кинуть кусок калия в воду и посмотреть на это в замедленном действии. И, короче, все, я думаю, будет круто. Не пропустите, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok